Приветствую вас, Екатерина. Давайте разберём сейчас запрос, который вас беспокоит и по которому, собственно говоря, вы обратились к психологам. Ситуация достаточно неоднозначная, конечно, потому что можно понять и вас, вполне легко. Ну, можно, в принципе, понять и мужчину, хотя там, вот именно в ситуации с мужчиной всё не так. Однозначно. Вот как могло бы быть. Но это связано с тем, как вы, наверное, ситуацию эту преподносите. Итак, у мужчины есть, у вашего мужа есть подруга, которая довольно-таки собственнически к нему относится. У вашего мужа есть подруга, которая откровенно проявляет к нему симпатию. У вашего мужа есть подруга, которая, в общем-то, ведёт себя так. Так, значит, как будто она его, точнее, когда как будто он, он, её, её. Вот, и, значит, вам, вам это, конечно же, не нравится. Тут надо сказать, что никому бы не понравилось, безусловно, подобное. Вот. Это нормально. То, что вам не нравится. Но, понимаете, какая штука. С одной стороны, вам можно было бы в этой ситуации продвигать свои интересы. То есть, высказать свою позицию по данному вопросу такую, что, например, я не намерен терпеть, там, допустим, такую вот ситуацию. Я не намерен терпеть, я не намерен, значит, там, ждать, 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 ожидать, пока ты, там, разберёшь с человеком, да, разберёшь с... Со своей прошлой жизнью, да, я этого всего ждать, ну, не намеренно. Вот. И, в принципе, в принципе, в этой ситуации, ну, наверное, вы были бы правы. То есть, вы в этой ситуации были бы правы чистить для себя, если бы постарались, условно говоря, защитить вот именно свои интересы, что называют. Но свои интересы защищать вы не стали в этом смысле. Вы стали требовать от мужчины, чтобы он ходил там, там, с вами, ну, на встречу с подругой и так далее. То есть, вы стали пытаться человека как-то подчинить, вы стали пытаться человека как-то вот, ну, направить, как-то вы стали пытаться человека контролировать, можно так сказать. И в этом смысле, указывая ему, как поступать в этом смысле, указывая ему, что делать, вот, в этом смысле вы, конечно, себе скорее вредите, чем делается что-то на пользу, потому что мужчина подобное, ну, подобное поведение, подобное проявление воспринимать будет, скорее всего, негативно. И это нормально, потому что, как сказал мой коллега, это нарушение его личных границ. Да, вы можете сказать, что это и ваше нарушение личных границ, когда человек, ну, вот, делает, да, то, что делает. И вы будете в целом правы, вы будете правы. Говоря о том, что человек нарушает ваши границы, а она нарушает границы вашей семьи, вы будете правы. Но момент здесь заключается в том, что попытка контролировать – это экспансия. Экспансия – это агрессия. А агрессия, к сожалению, это, в общем-то, довольно негативная история, довольно негативный момент для отношений. Поэтому идея здесь моя заключается в том, чтобы вы сформировали свою позицию по поводу ситуации, которая произошла, чтобы вы сформировали свою, повторюсь, позицию. Вот. И не стремясь к контролю человека, не стремясь к контролю своего мужа, вот, просто продвигали ее, просто продвигали свою позицию настолько, насколько вы можете это сделать. Вот. Это было бы, пожалуй, наиболее корректным здесь решением. И дело здесь не столько и не только в том, были у них секс между, там, вот, как вы говорите, парнем, парнем. И девочкой. Вот. Не столь вас. Важно немножко другое. Вот. Важно то, как вас этот момент, грубо говоря, задевает. Да, да. Вот это, в принципе, куда, это, в принципе, куда важнее, чем то, что вот вы, ну, чем то, что вы описываете. Вот это, куда, куда важнее. Если вы хотите разобраться в себе, да, если вы хотите разобраться в себе, мы вам, безусловно, поможем. Мы можем, можем помочь вам разобраться в себе. Но мы не можем заниматься в данном случае гаданиями, потому что, ну, это, к сожалению, именно то, что вы предлагаете нам. Сделать, да, то есть вы хотите, чтобы мы погадали. Мне кажется, это не совсем верная позиция здесь. И не столь важно, было ли что-то в прошлом между вашим мужем и этой женщиной. Главное, чтобы вы для себя определили свою поведение и продвигали ее. Если вы считаете неприемлемым такое поведение со стороны вашего мужа и так далее, то и заявить об этом следует самым таким, самым откровенным, самым естественным и понятным образом, чтобы не оставалось никаких сомнений в том, что, как вы считаете и что вы делаете. Дальше. Смотрите. Муж, вероятно, не является вашим для этой девушки кем-то, вообще говоря, серьезным. Вот. Почему? Потому что она его использует. А он этого стыдится. Было ли между ними что-то, конечно, сказать однозначно нельзя, но это не столь важно сейчас его просто использовать. И это важно понять вам. Что его просто используют. Да, его используют в ущерб. Вам, да, его используют в ущерб ему самому, но его именно что используют. Дальше. Муж давно познакомил меня с подругой с детства, только почему-то представил ее как сестру. Это позже всплыло. В переписке она будет его приезжать к гости одного, потому что так веселее, как только она появляется, мучь-мучь бежит с ним встретить. Ну, то есть он не пытается ее скрыть, ничего такого. А дальше пошел в ПАП без меня к ней. Я издала его дома, так как все договорились вместе, но он не знал, что у них встречи заранее. После этого я настаивал, что встречи без меня исключены. Ну вот, для чего вы настаивали, чтобы встречи без вас были исключены? Вот, как бы, цель настаивали. Здесь, в чем она какая. Какая проблема, по вашему мнению, это должно решить? То есть, это решит проблему, например, того, что вашего мужа тянет к другой женщине. А может быть, это решит, по вашему мнению, проблему того, что между вами есть какие-то трудности, что он добирает это с другой женщины. Вот. Может быть, это решит, по вашему мнению, Екатерина, проблему ревности, которую вы испытываете и которая связана с рядом внутри личностных проблем ваших. Дальше. Спустя полгода он собрался один с ней в ПАП. Не поругалось, все, не пошел. Ну вот, видите, здесь вы абсолютно нормально воспринимаете тот факт, что вы поругались. Здесь вы не акцентируете свое внимание на ответственности, на личной вашей ответственности за ссору. Не говорите вы и о том, что послужило лично для вас мотивацией ссориться. А это все очень важные моменты. Все это очень странно, почему она имеет для него такое значение и даже собственнически себя ведет, я бы сказал. Потому что она его использует. Она сама замужем, но лично ее отношения не сейчас, на чем она жалуется. Ну, человек имеет тоже определенные проблемы. Не такие как у вас, немножко другие, но тоже проблемы имеет человек, да. У человека есть тоже свои трудности, вот, с странным отношением, вот. Также, я бы сказал, воспринимается несколько ограниченно семья, семейные отношения. Ну, и, конечно, это определенные отношения к себе. Когда-то муж не признался, то он думал об отношениях с ней, но не сложилось прийти, а так что не актуально. Но я категорически не приношу до подруги, никак не могу с мужем разом всегда решить эту ситуацию. Плюс живет у себя какой-то одуражный, какой разговор вообще должен быть и какой выход. Спасибо. Вы должны работать с вашей уверенностью в себе, освободиться от ревности и выработать позицию, основанную не на ревности, не на внутренних конфликтах, страхах, а на вашем осознанном выборе и на том, как вы относитесь к своему мужу. Потому что, хоть вы и говорите, что она относится к нему собственночески, но, по вашему описанию, получается, что и вы тоже относитесь к мужу довольно-таки собственночески. Вот, потому что какой разговор должен быть и какой выход, это такое достаточно собственное восприятие этой ситуации, потому что, ну извините, мужу это важно и вы не можете просто запретить ему с кем-то встречаться. Вот, потому и вопросы решить не получается, потому что это часть его жизни. Вот. Так же, я хочу, Екатерина, обратить ваше внимание на то, что ваш изначальный вопрос, если какие-то признаки поведения указывающие на то, что у девушки и парни был секс, отношения, и ваш последний вопрос, какой разговор должен быть и какой выход. Вопросы очень разные. Очень разные, вообще из разных областей. Совершенно. Так, а какую проблему вы хотите решить? Какой вопрос вы хотите разобрать? Понимаете ли вы, что, например, мы, как психологи, не отвечаем на вопросы, не отвечаем на вопросы, признаков, значит, отношений и чего-то такого. Потому что это из серии «Погадать». А разобрать ваши отношения с мужем, в частности ваши трудности, мы вполне себе можем. Вопрос в том, чего хотите вы. И чего вы хотите для своего мужа. Потому что если вы его любите, то, я надеюсь, хотите для него счастье. Вот спросить у себя, а если он перестанет общаться со своей подругой сейчас, станет ли он счастливее? Смотрите ли вы дать ему то, что сейчас он получает через свою подругу. Поймите правильно, вы не обязаны терпеть. Вы не обязаны терпеть то, что он с кем-то там еще общается. Не обязаны. Но и требовать от мужчины, чтобы он перестал с кем-то общаться. И вы не имеете права тоже. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.